МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самарская область – один из самых активных регионов в реализации нацпроектов. Это подтвердил рейтинг, составленный федеральным правительством. Мечтают о лавочках, детской площадке и тротуарах. Жители первого дома по улице Радонежская пришли на прием к главе Самары Елене Лапушкиной. Поют и играют на баяне, а еще дарят проездные. Работники самарских транспортных предприятий устроили для пассажиров праздник. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принимает участие в заседании Госсовета, который проводит президент Владимир Путин. Совет посвящен теме аграрной политики государства на повестке дня вопроса эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий. За 11 месяцев этого года производство сельхозпродуктов выросло на 4%. Постепенно повышается вклад в общий результат не только крупных холдингов, но и малого бизнеса, фермерских хозяйств. В 2010 году их объем составлял 7%, в 2019 ожидается почти 13%. В этом году рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника и сои. По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат – порядка 121 миллиона тонн. Глава государства особенно подчеркнул – отрасль не сможет в дальнейшем успешно развиваться, если не улучшить качество жизни. Села по-прежнему отстают по социальной обустроенности. Одна из самых острых проблем – уровень и качество первичного звена здравоохранения на селе. В целом по стране на модернизацию этой сферы будет выделено 550 миллиардов рублей. Задача субъектов федерации – завершить подготовку соответствующих региональных программ. Самарская область – один из самых активных регионов в реализации национальных проектов. Это подтвердил рейтинг, который составило федеральное правительство на основе оценки эффективности регионального управления. Информацию озвучили на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Особое внимание уделено динамике и показателям выполнения нацпроектов, которые касаются всех сфер жизни – здравоохранения, спорт и культура, благоустройства и образования. В Самарской области строятся новые школы, открыты несколько детских садов. Ремонтируют старые и строят новые дороги и мосты. По словам губернатора Дмитрия Азарова, региональное правительство контролирует 160 показателей. Но останавливаться на достигнутом нельзя, подчеркнул глава региона. Мы ни в коем случае не должны уронить достигнутую планку за эти два года, которые высоко оценены и на федеральном уровне. Мы в дальнейшем должны работать еще с большей интенсивностью и достигать нового результата. В том числе не допускать отклонений по заданным показателям. Помочь благоустроить двор. С такой просьбой к главе города Елене Лапушкиной пришли жители первого дома по улице Радонежская. Люди рассказали, что на территории нет газонов, лавочек и детской площадки. Почему после сдачи новостройки жители остались без благоустроенного двора, выяснила Лариса Шалафаст. Первый дом по улице Радонежская сдан в эксплуатацию в 2014 году. Но о благоустройстве двора застройщик не позаботился. Нет ни лавочек, ни детской площадки, ни даже тротуара. У нас даже вот вдоль дома у нас нет вообще никакой пешеходной тропы даже. Вот нам негде ходить. Просто мы идем по этому внутри квартальному проезду. Потому что вдоль дома ровно вот такая полоса. По информации департамента градостроительства, договор на аренду земли с застройщиком расторгли два года назад. Дом вводили в эксплуатацию по решению суда. Поэтому завершенного благоустройства от застройщика надзорные органы на момент сдачи не затребовали. Акт ввода в эксплуатацию в том числе и накладывает уже обязанность по благоустройству и приземельному участку. В соответствии с правилами благоустройства действующих на городе Самаре на жильцах. Люди говорят, готовы взяться за преображение двора и сами. Но без помощи не обойтись. На территории остается много строительного мусора. Глава города поручила районной администрации заняться уборкой свалки. Район у нас вывезет максимально мусор. Давайте с вами подумаем, что там можно элементарно сделать. Какие-то дорожки проложить, какие-то лавочки поставить. Установка детской площадки во дворе пока под вопросом. Рядом с домом проходят газовые трубы, которые могут помешать размещению игрового оборудования. Глава города поручила руководителю департамента городского хозяйства и экологии проверить схему размещения коммуникаций и рассмотреть возможность переноса труб. Лариса Шалафаст, Константин Головин, Василий Колдашов. События. В Самаре начались подготовительные работы к строительству школы на пятой просеке. Сегодня специалисты профильных городских департаментов и представители инициативной группы жителей осмотрели участок, который предназначен под застройку. Прежде чем приступить к работам, территорию необходимо очистить от строений бывшей турбазы «Экономист». Под снос пойдут 13 корпусов. Специалисты произвели их ревизию, а также посчитали деревья и поросль, которые необходимо спилить для проведения демонтажных работ. Главная задача – сохранять максимальное количество зеленых насаждений и уберечь от вырубки здоровые деревья, которые не мешают работам. Демонтаж старых строений начнут в феврале-марте следующего года, когда на торгах выберут подрядную организацию. После этого приступят к строительству школы, а завершить работы должны до 31 декабря 2020 года. С этой целью и мечтой осуществляли демонтаж объектов с максимальным сохранением деревьев. Только то, что непосредственно необходимо для работы техники. Проектировщики, которые сюда зайдут, будут все вымерять, смотреть и конкретно делать проект демонтажа на бумаге. Новогодние подарки и представления. В Самарском театре оперы и балета прошел большой детский праздник. С наступающим Новым годом юных жителей города поздравила глава Самары Елена Лапушкина. На праздники побывала и наша съемочная группа. На главную городскую елку собрались около тысячи детей. Они целый год усердно учились, показывали хорошие результаты на соревнованиях и олимпиадах различного уровня. Особо отметили ребят, которые в год театра стали победителями городских творческих конкурсов. Все они получили подарки от главы города. Абсолютно всем юным жителям я хочу сказать, чтобы они никогда не боялись мечтать и фантазировать, чтобы они были счастливы, чтобы они были здоровы, чтобы они были окружены добротой, любовью, улыбками. Подарки для детей подготовили и городские депутаты. Пусть 2020 год придет в каждую семью и принесет счастье, принесет благополучие, принесет спокойствие. Пусть наша самарская земля в 2020 году будет подорогной, а наши дела будут подотворными. Главным подарком детям и их родителям стал большой концерт. Для гостей праздника выступили лучшие творческие коллективы города. Новые скверы, обустроенные дворы, детские сады и школы. Их появлению в городе способствуют и активисты Общероссийского народного фронта. Именно они порой обращают внимание властей на самые острые проблемы. В ОНФ подвели итоги работы за 2019 год. Ремонт дорог поднялся на новый качественный уровень. Отмечают активисты Общенародного фронта. Говорят, прежде всего, это связано с внедрением контроля на всех этапах исполнения работ. Посыл губернатора о том, что нам действительно в регионе нужны качественные дороги. Не просто количество километров, введенных в эксплуатацию. А это качественные дороги, чтобы они долго служили. Чтобы гарантийные обязательства приближались как минимум к 10 годам. Дворы, скверы, парки приводят в порядок также под контролем общественности. Если раньше городские пространства ремонтировали точечно, то в этом году к выполнению работ подходили комплексно. Видим более качественные изменения, появление газонных посевов. Ушла та практика, когда во дворе, где есть четыре дома, например, асфальтовое покрытие или тротуар сделано у одного. Детская площадка сделана общая, но при этом весь остальной двор, не будучи участником данного проекта, имеет неровности в асфальте. Активисты рассказали, 2019 год – это синергия ключевых огромных задач и решения маленьких, но очень важных проблем конкретного человека. Елена Малютина, Николай Сидоров, События. Социальные и экологические акции, законотворческие инициативы на благо региона. Молодежный парламент при Самарской губернской думе подвел итоги работы за год. Как молодежь меняет жизнь области, узнал наш корреспондент. Студентка Алина Соколова в молодежной политике пять лет. Начинала в районах общественных парламентах, продолжила в областном. Говорит, важно отстаивать свою позицию. Сегодня на заседание областного молодежного парламента Алина Соколова пришла с законодательной инициативой. Она предлагает облегчить гражданам регистрацию некоторых видов недвижимости. Эту тему общественница разрабатывала еще в своей учебной работе. Она учится на юриста. Это проблемы с капитальным ремонтом и с выделением придомовой территории. Очень много проблем. И вот как раз из-за таких мелких проблем люди обращаются в судебные органы. За год сделано многое. Проведены социальные, экологические, патриотические акции. К примеру, День российского флага, участие в военно-патриотическом фестивале. Сейчас парламентарии выстраивают планы на следующий год. Нам бы очень хотелось, чтобы это не просто были законодательные инициативы. Чтобы мы могли рекомендовать, предлагать этим молодым людям участвовать в избирательных процессах. Также будем проводить рабочие совещания с представителями различных органов и государственной власти, и коммерческого сектора. Для того, чтобы выявить те реальные проблемы, которые касаются как молодежи Самарской области, так и рядовых граждан. Один из проектов на следующий год – «Компас жизни». Он поможет с профориентацией молодежи из сельской местности. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. Первый в городе и четвертый в регионе. На базе самарского бизнес-инкубатора открылся Центр оказания услуг «Мой бизнес». В нем в режиме одного окна будут предоставлять юридическую помощь предпринимателям. Помогут разобраться с налогообложением, документооборотом и оформлением кредитных заявок и заявок на получение господдержки. Всего в Самарской области будет 10 таких центров. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. Предприниматель Мария Тарасова занимается продажей медицинской одежды и женских товаров. В бизнесе человек опытный, но разобраться в ежегодных нововведениях порой нелегко. В этом году вопросы вызвало обязательное чипирование товаров. Чтобы получить разъяснение, женщина обратилась в Центр «Мой бизнес». По ее словам, очень удобно, когда все услуги можно получить в одном окне. Не надо тратить время, чтобы где-то спрашивать у каких-то предпринимателей, которые ведут такую же деятельность, как я. Или, например, тратить очень много времени, чтобы выискивать в интернете эту информацию. Именно в таком формате одного окна и будет работать новый Центр оказания услуг «Мой бизнес». Самарский филиал стал четвертым в регионе. Центр призван помогать предпринимателям в решении самых разных задач. От поиска идеи и помощи в выборе правовой формы, до регистрации бизнеса, предоставления готовых инструкций из разных сфер и юридических консультаций. Мы еще запустили единый сайт magis63.ru, где в электронном виде, если тебе не нужно личного физического участия для того, чтобы получить какую-то услугу, можно ознакомиться тоже со всей информацией, которая необходима предпринимателю для того, чтобы заниматься бизнесом. Открытие Центра «Мой бизнес» направлено и на решение задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Основными целями национального проекта для города является прирост численности в занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Естественно, эти показатели, они каждый год имеют динамику возрастающую. В Центре «Мой бизнес» также будут доступны переговорные, зал для проведения обучающих лекций и рабочие места для специалистов федеральных территориальных органов исполнительной власти, у которых предприниматели смогут получить консультации. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. А теперь коротко о других темах дня. Фигурантом уголовного дела по факту гибели известной самарской певицы Юлией Гольдиной стал водитель лодки «Казанки». Он обвиняется в том, что во время плавания в темное время суток не включил освещение на катере. Напомним, трагедия произошла 21 июня в 11 часов вечера. На Волге напротив пляжа Барбошина Поляна столкнулись катер и лодка, которая затонула. Пассажиры лодки, 28-летний мужчина и 22-летняя женщина попали в больницу с травмами различной степени тяжести. А самарская певица Юлия Гольдина погибла. Ее тело было обнаружено 23 июня на глубине 17 метров. Правительство Самарской области утвердило документацию по внесению изменений в проект планировки территории подстроительства второй очереди метро. Распоряжение подписал первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Напомним, вторую ветку метро хотят проложить в Самаре на участке от Хлебной площади до Центрального автовокзала. Она будет проходить от Фрунзенского моста по берегу реки Самары до Железнодорожного вокзала. Далее на эстакаде она будет пересекать Железнодорожные пути, а затем, начиная с улицы Мечникова, уйдет под землю. При этом переход эстакады в подземку расположат неподалеку от здания 6-го кассационного суда. Корректировка проекта связана с тем, чтобы привести квартал застройки и документы по планировке магистрали Центральная и Фрунзенского моста к единообразию. Сегодня возобновили речное сообщение между Самарой и Рождественным. Переправлять пассажиров по Волге теперь будут судна на воздушной подушке. Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало временное расписание работы переправы. Так из Самары суда будут ежедневно отправляться каждые 20 минут, начиная с 8 утра и до 16.40. Со стороны Рождественного они будут ходить с тем же интервалом с 8.20 до 17 часов. Как отмечают в Самарском речном пассажирском предприятии, расписание будет действовать только в условиях полного ледостава. Из-за ухудшения погоды или ледовой обстановки график движения судов может измениться. На улице Луначарского включили освещение. Об этом в Твиттере сообщил Департамент градостроительства Самары. Напомним, улица Луначарского долгое время была закрыта на ремонт. Движение там открыли около полутора лет назад. А вот с освещением вышла накладка. Постоянно возникали какие-то проблемы с его включением. В итоге сроки постоянно переносились, и улица вечерами неизменно погрушалась в темноту. Наконец, непростую ситуацию удалось разрешить. В эту субботу в 12 часов на последней миле стадиона Самара-Арена откроется Олимпийская деревня. В этот день стартует работа всех спортивно-развлекательных площадок. Катки, лыжная трасса, хоккейная площадка, площадка фанкерлинга, площадка для игры в Юке Гассен, терем снегурочки со сказочным квестом, две горки, арт-аллея снеговиков, беговелы на лыжах, инклюзивный парк, фудкорт и многое другое. В 13 часов состоится выставочный хоккейный матч между детскими командами. Начиная с 7 часов вечера детская дискотека. В этот день все желающие смогут протестировать лично все 15 бесплатных площадок Олимпийской деревни, сделать фотографии на память с новыми арт-объектами и снять фан-сторис в фирменной инстамаске. Папури из известных новогодних песен под баян. Жителей Самары радуют в автобусах и трамваях. Общественный транспорт украсили праздничной символикой, а всем пассажирам дарят подарки. В волшебных трамваях и автобусах прокатилась и наша съемочная группа. Выступать перед публикой для Александра Филиппова не ново. Еще недавно он играл на баяне в лондонском метро, а сейчас радует пассажиров в самарских трамваях. Говорит, с радостью присоединился к участникам акции «Новогодний маршрут». За рулем трамвайного поезда Ольга Пруидзе. Сегодня она в образе Снегурочки. В Кировском трамвайном депо девушка работает уже три года. За это время, рассказывает, примерил на себе роль новогодней волшебницы впервые. В радость какую-то доставить. Уже, я говорю, погода такая ужасная, снега нет. А тут интересно посмотреть на реакцию людей опять же. Мы подготовили подарки. Мы готовили подарки для детей. Это игрушки, машинки, какие-то куклы. Заготовили мандаринов. Заготовили сладкие подарки для того, чтобы вот каким-то маленькой такой частичкой подарить всем хорошее и новогоднее веселое настроение. Дарит подарки и угощает мандаринами в образе Деда Мороза кондуктор третьего трамвая Анатолий Румянцев. Хоть чуть-чуть кусочек счастья подарить людям. Так хорошо, даже настроение поднялось. Спасибо большое. Почаще бы так. Самарские автобусы от трамваев не отстают. Волшебные герои остановили 37-й автобус и устроили там настоящий праздник. Дед Мороз и Снегурочка подарили пассажирам транспортные карты и рассказали, как ими пользоваться. Это удобный способ оплаты. В отличие от банковских карт, они не попадают в стоп-лист и дают льготы многим категориям граждан. Чтобы подарить какое-то праздничное настроение, напомнить им правила дорожного движения, также подарить мандарины и, собственно, транспортные карты. Очень неожиданно, очень приятно. Вообще здорово, хорошая инициатива. Желаю вам дальнейшего такой радости людей. Спасибо большое. Напомним, акция «Новогодний маршрут» стартовала 20 декабря при поддержке Департамента транспорта. В новогоднюю ночь городской общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. Кроме того, трамваи и автобусы украсят праздничной атрибутикой. Подробнее о дополнительных рейсах можно узнать на сайте администрации города. Мария Илчана, Василий Калдашов, Григорий Плешаков. События. Эти ребята, как никто другой, умеют радоваться жизни. В Самарском пансионате для детей-инвалидов прошел новогодний праздник. Каждый получил подарок. Развивающие игрушки, книги, игровая приставка и телевизор. Презенты готовили всем городом. Подробности в нашем сюжете. Снеговики, клоуны, сказочные персонажи и даже танцующая елка. В ярких костюмах праздничную атмосферу для детей с особенностями развития создают волонтеры. Таким деткам это тоже нужно, даже больше, чем нам. Мини-праздник здесь уже доставляет огромное удовольствие, когда ты видишь, что они радуются, что им от этого хорошо, что они с тобой играют, обнимаются. От этого становится очень тепло на душе. Танцевали и водили хоровод, а еще рисовали, клеили и мастерили. Для детей провели мастер-классы. Берем какие-то вещи, которые можно обновить и потом использовать. Например, мы сегодня сделали вот такие заготовочки для сумочек с помощью акриловых красок. Развивающие игрушки, книги, вязанные носочки и варежки детям преподнесли подарки от общественных и коммерческих организаций, благотворительного фонда и неравнодушных самарцев. А сотрудники полиции презентовали игровую приставку и телевизор. Есть хорошее выражение – чужих детей не бывает. Поэтому наша общая задача, чтобы наши дети в преддвериях Нового года, во-первых, всегда верили в том, что добро побеждает зло. И во-вторых, всегда верили, что праздник Новый год, что чудеса и их желания должны сбываться. В Самарском пансионате ни одного ребенка не оставили без внимания. Поздравили с наступающими праздниками, вручили подарки и тяжело больным детям. Здравствуйте! Издалека мы к вам пришли с праздником поздравить, с Новым годом. Чудеса в Самарском пансионате происходят не только в канун Нового года. Каждый месяц волонтеры проводят здесь чумовую дискотеку. Для этих детей очень важно, ведь не просто один раз прийти, а для любого ребенка важен друг. И вот мы все, наша огромная команда уже стала для них друзьями. Они все знают нас по именам, они нас ждут, радуются настолько искренне, что, мне кажется, больше никто так не умеет радоваться. И к сегодняшней нашей новогодней дискотеке, мне кажется, половина просто города Самары приняла участие в сборе подарков. Елена Малетина, Николай Сидоров. События. Дизайнера женских шляпок и шапочек Юлию Коган вдохновляет на создание новых коллекций музыка в исполнении мужа. Самарского дирижера муниципального оркестра Марка Когана. Под Новый год в еврейский праздник Ханука, что означает обновление, супруги устроили показ еврейских головных уборов из меха. По мнению модельера, женщина должна быть всегда на пике моды. Душу воздухом, хорошие люди мои, друзья и окружение такое, плюс муж такой талантливый музыкант. Поэтому все это вкупе, все вместе и получилась эта коллекция. Самара – это только начало. В мечтах у Юлии покорение парижских подиумов. Марк Коган признается, ему приятно воплощать идеи супруги в реальность. И если его музыка вдохновляет Юлю на создание уникальных вещей, он готов и дальше играть для нее национальные мелодии разных народов мира. Я вижу, как идет ее, как созревает ее идея. Я сначала не связывал их с музыкой никак. Надеюсь слабо, что мое влияние, и в этом смысле как музыканта, оказало свое воздействие. Но самое главное, конечно, эстетическая часть в ней вообще превалирует. Мы спорим, я говорю, что есть вещи важнее, чем эстетика, это этика. Но тут начинается бой посуды, бой выков, опера «Кармен», и я умолкаю. Друзья Юлии Коган сначала помогали ей создавать коллекцию главных уборов времена года, а теперь готовы ее достойно представить. Елена Хенкина – бизнесвумен. На время сменила профессию и стала моделью. Разве возможно, находясь рядом с Юлей, не заразиться этим, этой энергией, и не понять с первой минуты, что Париж будет наш, не иначе. Люди творческие, кто в чем, кто где. Это тоже достаточно сложная, как выяснилась, такая профессия. Мы достаточно долго репетировали. Показ еврейских женских главных уборов в Самаре прошел впервые. Зрители вынесли начинающему модельеру модный приговор. Мы видим авторскую коллекцию Юлии Коган, которая делает инновационные вещи. Вещи, которые может использовать в своей жизни каждая женщина. Привнести в свою жизнь, тем самым, некий элемент духовной культуры древнего народа. Таким образом, сегодняшнее мероприятие объединяет в себе историю и современность. К 8 марта Юлия готовит еще один показ на тему пробуждения природы. Материалом для воплощения идей послужат Павло Посадские платки. Мэри Елчан, Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара Гиз» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!